Привет, ютуберы, стримеры, блогеры, но сегодня еще и подкастеры, потому что мы сегодня с вами будем говорить о профессиональном звуке в условиях студии, записи звука в студии. И вот из этой всей кучи я буду собирать одну единую конструкцию, в центре которой будет профессиональный микрофон, кардиоидной направленности, конденсаторный микрофон фирмы Lensgo, модели KD96. Вот так вот он выглядит. А теперь давайте из вот этих всех коробок извлечем содержимое наружу при помощи магии телевидения. Все это добро поставляется в комплекте с микрофоном. Для начала нам нужно поставить сам микрофон в виброразвязку. Студийный микрофон KD96 имеет посадочную резьбу М22, которая будет совместима с большинством виброразвязок, но в комплекте идет очень даже прикольная родная. Это настольное крепление для пантографа и лучше брать сразу вот эту расширенную комплектацию, потому что все равно вам придется покупать какую-нибудь стойку для микрофона. Здесь же у вас уже все есть. Дальше давайте закрепим виброразвязку на пантографе и закрепим все это дело на столе. Теперь, не забывая, у его кардиоидной направленности мы должны ориентировать микрофон правильно, то есть повернуть его лицом к себе, потому что если вы поставите его боком или задом наперед, то естественно со звуком у нас будут проблемы. Lensgo KD96 имеет XLR разъем и в комплекте у него есть вот такой шнурок с XLR на миниджек, потому что предполагается, что если вы профессионально занимаетесь звуком, то шнуры XLR у вас есть. Он у меня есть и для начала я подключу микрофон к своему рекордеру. Я пишу сейчас звук на Toscan DR40 и пишу его на встроенные микрофоны и сейчас мы подключим туда Lensgo KD96. Сначала мы протестируем его на рекордере, на самом деле я его тестирую уже целую неделю в разных условиях, мне оно все очень нравится, но я сейчас его подключу и буду уже рассказывать это все, когда мы будем слышать звук этого микрофона. Сейчас звук пишется в мой рекордер Zoom. И вот сейчас, мне кажется, наш микрофон работает в идеальной связке, то есть это хороший микрофон, который пишет звук на хороший рекордер. И мне кажется, что есть смысл использовать его, если вы пишете звук качественно именно так. Потому что я писал звук напрямую в камеру, в общем-то тоже очень даже неплохо, но в данном случае рекордер возьмет весь диапазон, который выдает микрофон. Теперь давайте пробежимся по его техническим характеристикам. Во-первых, микрофон имеет большой 25-мм капсюль с кардиоидной направленностью. Что такое кардиоидная направленность? Это значит, что микрофон захватывает, хорошо захватывает звук перед собой и не захватывает звук по бокам и в меньшей степени сзади. То есть вы не боитесь посторонних шумов. И даже если вы пишете звук в жилом помещении, в комнате, не звукооборудованной студией. Я записывал звук в жилой комнате. И он справлялся очень даже неплохо, потому что он не ловил отражения от стен и так далее. То есть кардиоидная направленность микрофона в данном случае это его очень большой плюс перед всеми остальными блогерскими петличками и так далее. Далее, большой капсюль, который хорошо берет звук. Чувствительность микрофона минус 35 дБ. Это очень неплохой показатель. То есть если вы выгоните его на максимум, он будет ловить вам звук с улицы даже через стенки. Но вы загрубляете чувствительность и он отсекает все ненужные шумы. Чудно. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. И поэтому микрофон имеет low-cut фильтр, который обрезает звук ниже 80 Гц. Давайте сейчас мы это дело и попробуем. Включается он вот здесь. Сейчас мы включили low-cut фильтр и я думаю вы слышите, что звук немножко изменился. В этом видео я звук обрабатывать не буду и мы будем слушать чистый звук без фильтров и никакой обработки. Поэтому сейчас мы включили low-cut фильтр и сейчас его выключаем. Сейчас low-cut фильтр выключен. С другой стороны микрофона у нас есть переключатель уровня чувствительности. В стандарте он работает на 0 дБ и при включенном состоянии он минус 10 дБ дает. Сейчас я его включаю. Теперь минус 10 дБ. Если у вас шумное помещение, если у вас много посторонних шумов, вы можете смело пользоваться, обрезать звук минус 10 дБ. Давайте я верну назад все, потому что у меня студия и в общем тут у меня бояться нечего. Итак, мы сейчас прописали звук на рекордер. И следующим шагом мы используем родной шнурок, который у нас работает с миниджеком, чтобы записать звук прямо в камеру. И кстати, ребят, если вы будете брать этот микрофончик, то вам пригодится еще вот такой переходничок с миниджек на джек стандартный. И вот такой шнурочек удлинитель. Потому что, например, до моей камеры сейчас этот шнур точно не достанет. Давайте я сейчас померю какой он длины. Раз, два, три метра. Шнур трехметровый, то есть если вы камеру отодвигаете подальше, то естественно до камеры вы не достанете. Итак, переходим на следующий тест. Запись звука на камеру напрямую. Теперь мы пишем звук прямо на камеру Canon EOS R. На камере фильтр аттенюатор тоже отключен. То есть мы сейчас звук слышим в чистом виде, как его отдает микрофон. И все, что он отдает, все, что камера может записать. Давайте тоже проверим фильтр низких частот. Я включил фильтр низких частот. И сейчас мы слышим звук с обрезанным до 80 Гц диапазоном. Выключаем фильтр. И включаем понижайку чувствительности. Сейчас у нас минус 10 дБ включено на микрофоне. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем все в исходное положение. И теперь послушаем, как микрофон справляется с заплевыванием. Потому что поп-ап фильтр, который можно на него одеть. И здесь он будет действительно работать. Я не одевал. Теперь я буду говорить всякие бом-бом-бом-бом звуки прямо в микрофон. Прямо в микрофон. Да еще и подвинул его поближе к себе. То есть у меня сейчас уже на пределе зашкаливания. И как тут тоже справится микрофон, тоже интересно. Пык-пык-пык. И немножко шипящих звуков. Сосисочное, сосисочное. Как он, насколько сочно выдает звук, вы сейчас можете услышать. И в общем-то это уже критическое расположение. Потому что чувствительность на камере я сейчас не меняю. Соответственно, вот это его где-то нормальное расстояние рабочее. А вот здесь вот, насколько хорошо он справляется с моим заплевыванием. И плюс, как он сможет обрезать мои перемодуляции. Окей. Давайте не будем мучить микрофончик. И поговорим еще про варианты его использования. Тут все просто. Это студийный микрофон и предназначен он для записи в помещении. Однозначно. То есть, если вы ведете блог или подкаст, который предполагает нахождение сидения за столом. Вы, может, стримите. Геймер-стример. Вот для вас эта штука прям отлично подойдет. Теперь хочу пробежаться по соотношению цена-качество. Микрофон на Амазоне стоит 61 доллар. В Recrow Shop, где я его взял, он стоит 63 бакса. То есть, разница минимальная. Это очень приятно. За эти деньги я считаю, что это очень неплохой микрофон. Потому что у меня были попытки потестить ноунейм или какие-то китайчики. В общем, с каким-то уже своим именем. Но, тем не менее, такие любительские. И, честно говоря, я совершенно не был удовлетворен звуком, которые они пишут. Этот микрофон мне понравился. И понравился настолько, что я сравниваю его по качеству с профи-техникой, которая стоит в разы дороже. И тут, в общем, я считаю, что соотношение цена-качество тут очень-очень хорошее. Поэтому, однозначно могу его рекомендовать, потому что я неделю его мучил в совершенно разных условиях. И, в общем-то, он справился со всеми сложностями. Вот так вот. Потому что в жилом помещении записывать звук, ребят, это проблемно для любого микрофона. И я знаю, что многие стримеры, блогеры пишут свои блоги и стримят из обычной жилой комнаты, которая никак не звукоизолирована, никак не оборудована для записи звука. И вот тут микрофон как раз позволяет вам дать качественный звук в обычном жилом помещении. Это очень неплохо, потому что на звукоизоляции помещения вы гораздо больше потеряете. Кардиоидная направленность тоже очень хороша. У меня микрофон стоял прямо перед компом, который шумел и гудел, и он не натягивал звук с обратной стороны. То есть он писал чисто меня, без абсолютно посторонних шумов. Давайте, кстати, послушаем тишину. По-моему, вполне пристойно. Я уже слушал, и я был доволен результатом. Меня немножко повеселило то, что КД-96 выпускается в трех цветах. Черный, который вы видите, и такой агрессивный, желтый и красный. В общем, это забавно, но я понимаю, если блогер оборудует свою студию ярко, то, может быть, почему нет. Возможно, и желтый и красный цвет тоже могут быть в тему. Но это было забавно, потому что в черном цвете он классно выглядит. Выглядит он, кстати, очень приятно. Пластик сам такой матовый с вкраплениями, и выглядит микрофон дорого. И его родная виброразвязка, она тоже очень такая прикольно выглядящая. То есть если вам нужно так по блатному попантоваться, красиво оформить микрофон студийный, то вот это очень неплохой вариант. Если вы еще повесите pop-up фильтр, то, в общем, будет уже совсем очень даже по студийному. Ссылка на технические характеристики будет в описании. Если интересно, можете немножко глубже покопаться. Подводя итоги, скажу, что микрофон мне очень понравился. У меня вот сейчас была такая целая куча продукции от Lens Go, которую я с удовольствием потестил. И, в общем, она меня приятно удивляет. Мне напоминает нынешняя позиция Lens Go. Позицию Blackmagic, которые немножко подстегивают конкурентов делать дешевле и качественнее. Потому что по цене они делают достаточно приятные железяки. У меня в обзоре побывал профессиональный микрофон 338C. Блогерский вариант, который конкурирует с Wireless Go. Если интересно, можете перейти по ссылочке, посмотреть на это все дело. И я смотрю, что Lens Go, в общем, пытаются выйти на уровень уже какой-то профессиональной техники. И, в общем, мне нравится то, что они делают. И не кривя душой могу сказать, что у них получается. Спасибо, ребят, за просмотр. Своё мнение я вам высказал. Если оно, ваше мнение отличается, пишите в комментариях. Если согласны или у вас есть какие-то мысли, тоже пишите комменты. Мне будет интересно почитать. Потому что в звуке я не самый большой специалист. У меня есть ребята, которые занимаются этим более профессионально, чем я. Но, тем не менее, со звуком нам всегда приходится работать. Особенно если ты ведёшь свой YouTube, то со звуком тебе приходится работать тут самому уж. Как ни крути. Оставайтесь на канале, пишите комменты, подписывайтесь, если вам нравится мой контент. До встречи, ребят. Спасибо за просмотр. Пока.